Дорогие друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Дикий Краевед. А я в очередной раз в гостях у русского мусульманина. Он сам из Мурманска и очутился чудесным образом здесь, в горах Левашинского района. И человек, который правда истинно верит, он открыт для всех вопросов и для всех людей. Поэтому ему скрывать нечего, он с удовольствием ответил мне на все вопросы, которые я хотел ему задать. 10 лет в самом Мурманске я жил, работал, рынок, торговал, разные рабочие, разные работы. Образ жизни тоже был такой, ну не очень нормальный. То есть, да, алкоголь, наркотики, ну все было, короче. Был даже такой момент в жизни, что уже просто не понимал смысла жизни. Вот есть семья у меня, да, у меня сейчас старший сын, есть тоже 16 лет. То есть, вроде все есть, достаток, зарплаты тоже я зарабатывал, бывало там и 30, и 40 на тот момент, и до 70 тысяч у меня выходило. Ну, я как-то особо не ощущал этого удовольствия, так скажем. То есть, деньги, ну, не чувствовал, как бы, да, их настолько бережно, отношения не было к ним. И утром бывало такие моменты после отдыха, еще как-то, ну, развлечения. То есть, утром вставал и понимал, что, да, вот, ребенок, жена, ну, нету, не видел дальше смысла жизни, понимаешь? То есть, вот реально, как будто пустота какая-то. То есть, на самом деле, как говорится, человек, когда, допустим, у него вроде есть достаток, у него все есть. То есть, ну, когда у него в душе пустота, вот эта пустота, и так, это и есть, как я понимаю, для себя объяснение, это любовь к Богу. То есть, как бы, ну, вот этого я не понимаю, на тот момент я не понимал этого, понимаешь? Это было в Мурманске, да? А потом как получилось вообще? Ну, я с ребятами из Дагестана, кто оттуда из Дагестана были, тоже мы вместе и отдыхали, и, ну, время проводили часто со многими. То есть, и был такой момент, что меня позвали сюда в гости, это был 2004 год, первый раз. То есть, ну, здесь такая чуть обстановка была, скажем так, неспокойная, то есть, да? И я на тот момент не поехал, у меня только сын тоже на тот момент родился, и я не поехал. В следующий раз уже этот человек приехал в 2008 году, он приехал за товаром, ну, шапками он занимался. Он приехал за товаром, меня позвал, то есть, чисто. И я уже на тот момент я понимал, что что-то нужно менять в жизни, то есть, не понимал, как бы, да, просто смысла жизни. То есть, удовольствия от жизни не было такого. Есть для кого-то удовольствие, там, где-то по горам лазить, у кого-то еще кого-то, ну, разные вот такие удовольствия. У меня было душевное неспокойствие, скажем так, то есть, все было, то есть. То есть, я на тот момент просто, я говорю, я это как бы успокоение находил в алкоголе, то есть, во всем вот в этом. То есть, это как большинство, к сожалению, это большинство россиян, то есть, живет таким образом в жизни. То есть, да, я занимался спортом еще, то есть, ну, какие-то такие, пытался отвлечься, но это все равно не то, то есть. То есть, это совершенно другие, разные вещи, то есть. И уже на тот момент я уже понимал, что что-то нужно менять, и, ну, такое было ощущение поменять место, еще что-то. Он когда мне предложил, я даже долго не раздумываю, я говорю, поехали, то есть. У меня дошло до того, что я развелся с семьей, то есть, я просто уже, ну, сейчас, да, если, допустим, как говорится, вернуть все это, я уже знал, как я себя повел. То есть, ну, на тот момент я не знал, как себя повести, я просто ситуацию эту оставил, как говорится, ну, испугавшись, да, дальнейших трудностей. То есть, просто оставил эту ситуацию, и все, мы разошлись с женой, то есть, да, ребенку помогал, и до сих пор я алименты все отправляю, помогаю. Были периоды, что не получалось, разные моменты, то есть, ну, сейчас, как бы, стараюсь поддерживать какую-то хоть маленькую связь, потому что, как-никак, это моя кровь, это мой ребенок. То есть, и когда сюда я поехал, приехал, то есть, буквально за короткое время я протрезвел просто общение, обычное общение к людям, то есть, я помню в свое время, когда в деревне у нас вот точно так же было. Почему мне, допустим, это стало, как мне по душе, потому что я, когда приезжал к бабушке в деревню, бабушка была живая, дедушка, мы приезжали в деревню, и было на самом деле дети, как-то дети, то есть, ну, как тебе сказать, я не знаю, не было вот таких сейчас ценностей, реально. Телефоны, еще что-то, еще что-то, было жив, живность, есть же вот как, ну, общение, то есть, живое. Да, живое общение, ты ничем его не заменишь. Вот такие вещи здесь сразу, это, конечно, это, оно и до сих пор есть, но я говорю, к сожалению, оно чуть-чуть искажается, это очень печально, то есть. Ну, вот у тебя были друзья с Дагестана, да, которые пригласили тебя сюда в гости, они много тебе рассказывали о своей родине, но... Нет, рассказов не было, никаких не было, у нас были, ну, чуть другого общения, то есть, скажем так, на религиозное или на, допустим, на, как здесь живут, еще что-то, такого не было, то есть, было просто, ну... Просто друзья. Да, чисто дружеские, пошли отдохнули, там, поболтали туда, ну, ни о чем, короче говоря. Что прям бросилось в глаза, что прям сразу... Ну, вот, я же говорю, вот, первое, это вот, как тебе сказать, ну, та ценность, которая должна присутствовать у любого человека, нормального человека, не имеет значения, где он живет, китаец, японец, там, африканец, вот эта человечность, Я ее, в первую очередь, ее заметил, и я, как бы, думал, у меня даже мысли такие были, что, возможно, я, ну, как бы, меня пытаются заманить туда-сюда, вот такое началось, как бы, в жизни, да, происходили разные моменты, и вот ты просто начинаешь, перестаешь доверять людям. А здесь получается такая открытость, и ты, как бы, начинаешь уже не доверять этому. Ты, я думаю, ты же это ощутил, когда, ну, я не знаю, сколько уже здесь, в Дагестане, ну, вообще, я имею в виду, любой, кто сюда приезжает, он это чувствует. Это никуда не избавишь, то есть, если человек приезжает сюда просто побухать, отдохнуть, еще что-то, как-то провести время, непонятно, да, то есть, а, я был в Дагестане, еще что-то. Это одно, но ты, когда приезжаешь сюда, и ты знакомишься с людьми, общаешься, то есть, по-любому, любой здравомыслящий человек, он это увидит, он это почувствует, то есть, это не обман, ты к любому, да, есть, да, люди разные, не говорю, что прям все, но большинство процентов, 70, 80 людей, вот именно с таким характером, хорошим, качественным. Мужчина есть мужчина, то есть, ведет себя как мужчина. Ну, Абдул, я знаю с того момента, как он сюда приехал. Ну, и как вам человек, который сюда приехал, с севера? Этот человек, который с севера приехал к нам, считай, что он мой родной человек. Родной сын. Родной сын, я его как сын считаю. Я ему могу все, что хочу довериться, даже жизнь могу ему доверить, настолько он уже свой человек здесь. Я живу как у себя дома, можно сказать, я не делаю каких-то вещей, которые могут выйти за рамки, да, то есть, которые не нужны просто-напросто в жизни, они не нужны. Но это любой же человек не должен эти вещи делать. Да, но, к сожалению, видишь, кто-то считает, что это проявление мужества, то есть, нахамить, там, взрослому человеку, там, маленького, там, что-то еще с ним сделать, допустим, там, как-то унизить его перед кем-то, там, перед женщиной или еще что-то. У всех понимания разные, понимаешь, ценности. А мне хотелось, да, почему, почему это мое желание, я хочу, чтобы так жили люди, то есть, понимаешь, не только мой населенный пункт, я хотел бы, чтобы в мире так жили, чтобы всю эту гомофобию, все остальное, этого не было. Аллах запретил это, значит, этого не должно быть. Это аморально, это неправильный образ жизни. Как вот здесь детей воспитывают? Ну, во-первых, да, конечно, воспитывают в рамках ислама, это, во-первых, то есть, и отношение к детям, уважение к старшим и милосердие, как говорится, к детям, то есть. Ну, здесь мальчиков воспитывают, и отцы, наверное, воспитывают, правильно? Ну, и девочек отцы воспитывают тоже, разницы нету, то есть, мать, вот для меня, у меня в семье, допустим, да, у меня, что мама моей жены, что жена, что дочка, они как подружки, то есть, у них все общее, понимаешь, что, скажем, ну, нету такого, что как-то разделение какое-то или еще что-то, что мама, это туда-сюда, то есть, всегда мама может прийти на помощь, то есть, кто может в этой жизни, ну, кроме Аллаха, конечно, да, кто может, кроме мамы, никого нету, то есть. То есть, в первую очередь, ты должен ценить маму свою, то есть, все остальные уже, жена, семья, это уже потом, то есть, в первую очередь, мама, то есть, родители. Вот отсюда такой вопрос, ты, насколько чувствуешь степень значения религии вот в этом укладе жизни? Слушай, на все тысячи процентов. По-другому я сейчас, по-другому никак не хочу смотреть, даже не хочу рассматривать какие-то... Ты веришь, что без религии так бы смогли люди сделать? Не смогли бы. Богом создано, Богом дано, придерживайся этих вещей, поверь мне, в этой жизни у тебя все будет хорошо, иншаллах в следующей жизни тоже будет хорошо. Ничего другого у тебя, ну, по-другому ты не сможешь. Все будет по полкам, ты все будешь понимать, как, что. В исламе на любой вопрос можно найти ответ? Любой, какой хочешь. Ну, по первое время, да, как-то один какой-то момент, другой момент, там, ну, как-то, вот, серьезно тебе говорю, я просто открывал, читал, то есть, да, допустим, что-то. Я даже не то, что углублялся в чтение, да, религиозное, но я просто буквально тут же оно, как говорится, вот, на поверхности сразу же ответ находил, то есть, я было что-то искать, хотелось там, как-то, знаешь, как в этой ситуации повести себя, как в этой ситуации повести себя, то есть, и ты просто находишь это, и ты у другого в жизни просто, я не знаю, как ты можешь что-то по-другому жить, ты можешь жить как человек, как порядочный человек, но ты проживаешь свою жизнь впустую, понимаешь, все равно не ради Всевышнего, ты проживаешь его для себя, то есть, как бы, ну, такой вот у меня момент, то есть, я не знаю, всех по-разному, все по-разному понимают. Вот, и... Ислам ты принял здесь? Да, уже, да, в Исламе. В 2008 году? В 2009. В 2009. Ты запомнил пустоту? Да. Вот про это рассказал. Алхамдуля. Ну, ты начинаешь понимать, что тебе нужно в этой жизни, что тебе не нужно, то есть, ты понимаешь то, что, да, хоть кто-то и говорит, допустим, в алкоголе ничего такого, да, проблем нет, или еще что-то, есть проблемы, а не есть проблемы. То есть, просто не каждый их видит, то есть, а кто-то просто их не обращает на них внимания и думает, что, да, ничего страшного, и так прокатит. То есть, я, как бы, да, увидел в этом, что, на самом деле, полностью даже в этом то, что Аллах запретил, даже в этом, получается, меняется мировоззрение, все полностью, я даже не знаю, какие здоровье, все полностью меняется, то есть, сигареты и все остальное, то есть. То есть, также духовно, да, я, как бы, уже стал понимать все остальные ценности, то есть, я же еще раз повторяюсь, от отношения к матери и отношения к семье. А любой, да, миллионер, он может за что-то заплатить, за что-то еще как-то, то есть, да, в семье быть, уделять детям внимание, то есть, тратить на жену много денег, еще что-то там туда-сюда, но не будет у него этого удовлетворения все равно. Что-то будет постоянно не хватать, а это что-то, и вот такие поиски постоянно будут у этого человека до самой смерти. Любой христианин, иудей, любой человек, он в глубине души все равно понимает, что он принадлежит Богу, то есть, рано или поздно его душа уйдет, то есть, понимаешь? Скажи, что ты ответишь на такое, что русский, который принял ислам, считается предателем, что он русским может не считаться, и что он предал свою религию, ответь, пожалуйста. Слушай, я скажу так, что для меня, допустим, ислам это истина, другой для меня истины нету, кто как считает, мне честно скажу, мне все равно, вообще просто, даже не обращая на это вещи внимания. То есть, если этот человек захочет со мной поговорить по этому поводу, то есть, да, пусть приедет, я поговорю с ним, то есть, разговора нету, но я имею в виду, что я, допустим, это выбрал для себя. Да, я люблю свою маму, я люблю своих родственников, своих бабушку, дедушку, я их тоже люблю, это получается, многие как раз оценивают, что я их предал. Клянусь Аллахом, любимей у меня в этой жизни никого нету, кроме моей мамы и моих родственников, близких, которые бабушка, дедушка очень сильно любил. Ну, это я не считаю предательством, потому что это, для меня это истина, то есть, для них была совершенно другая истина, но, к сожалению, кому-то Аллах открывает сердце, кому-то не открывает. Понимаешь, в чем смысл? То есть, я не знаю, как просто объяснить, но... Ну, объясни просто, что, во-первых, у религии не может быть нации, это безграмотность. Да, ну, это, да, поэтому просто человек, который, ну, ты вот сейчас отвечаешь грамотно, вот почему ты не в исламе еще, вот такой вопрос тебе. Просто вот чисто, просто с тобой разговариваешь, ну, легко разговаривается, ну, почему ты не в исламе, если ты понимаешь эту истину. Я расскажу такой случай, ну, если возможно, его лучше не ставить. То есть, вот вообще люди местные, как относятся к тебе, как к приезжему, и который, опять же, да, что поменял религию? Слушай, ну, я каждому не смогу влезть в душу, то есть, ну, у меня есть круг общения, допустим, да, вот с кем я, ну, постоянно у кого-то работаю, там, с кем-то общаюсь, вот. Эти люди, я считаю, ты как, ну, самые близкие мне люди здесь в Дагестане, ближе у меня их нету, то есть, понимаешь? Это самые близкие, самые, я считаю, что ты здесь. Друзья есть у тебя? Да, есть друзья, конечно, есть. Ну, считаюсь, да, настоящие. Он нашел свое место здесь? Потому как мы с ним общаемся, разговариваем на эту тему, он считает себя здесь вместе с ним уже. Настолько ему здесь комфортно, нормально. Он может считать это домом своим? Может, он, да, я даже в этом не сомневаюсь. Есть домом. Он, да, я даже не сомневаюсь, что он не может не считать, думал. Он считает, что здесь он в своем доме. Участок купил я и сейчас тоже, ну, вот такие, вот это сегодня, допустим, работу делал, короче, то есть, это для яма. Здесь будет строиться баня типа того что-то и это как шливная яма, раковина там. Прямо баня настоящая? На дровах? Не, не на дровах, тут так, ну, как называют, баня. А сколько у тебя детей? Ну, четверо. Первый ребенок, он, ну, развелись вот с первой женой, то есть, сейчас еще трое детей, то есть, маленькие. Три годика, шесть и девять. После принятия ислама, да, я год здесь пожил, то есть, уже, конечно, я уже все пересмотрел за этот год. Это в течение года, это очень довольно такой срок нормальный, для кого-то, может, это и быстрое время проходит. Но для меня первый год был такой, он очень много обдумывал, все вот так, ну, понимаешь, как объяснить родным, близким. Да, то есть, я как бы все это понимал, я рвался, да, в первую очередь, конечно, маму хотелось увидеть братьев, там, родных, то есть, друзей. Я приехал, мне хотелось, честно сказать, когда я видел, девушка идет с пивом, там, с коляской, с сигаретой, туда-сюда, ну, такие моменты, короче, не очень приятные, да. Да, мне хотелось реально просто кричать, эй, очнитесь, вы как живете, вы очухайтесь, вы ушли далеко, не то, что там со стороны религии, а просто моральности, понимаешь. Женщина может стоять, мама, то есть, с ней матом разговаривать еще, то есть, ну, какие-то вот такие моменты, то есть, неуважительно, ничего, то есть. И вот этот, такой у меня был момент, то есть, ну, я просто вот так год прошел, два прошел, когда вот, на самом деле, вот так хотелось кричать, призывать. То есть, ну, я просто понимал, что это, на самом деле, здесь ты, то, что от тебя зависит, то есть, ты можешь сделать, ну, больше ты выше головы не прыгнешь. Да, я объяснял родственникам, объяснял близким. Друзья, скажу честно, в какой-то момент там даже многие, ну, отвернулись, но я, скажу честно, я просто даже не почувствовал это. Вот, на самом деле, Аллах дает настолько силы, что ты просто, ну, не замечаешь это. Я посчитал, что это мелочи, короче, такие, что это, оказывается, и не были, возможно, друзьями. Ну, ты смог бы быть другом атеиста, но человека, который, который достойный человек, но, к сожалению, атеиста? Ну, не, ну, все равно для, в исламе есть такие, как тебе сказать, вещи, я не могу переступить и гневить Аллаха, чтобы... Да, он, возможно, я могу с ним общаться, но, возможно, если ему нужна будет помощь, конечно, я ему помогу. Такого бы друга я хотел призывать, я бы не оставил ее минуты, чтобы его не объяснять, чтобы он был в поклонении Богу. То есть, понимаешь, вот такие вещи. Чтобы он, если он правильный образ жизни ведет, там еще, то есть, как бы, ну, здесь я не знаю, как тебе объяснить. И просто такие моменты очень часто в жизни по ситуации уже, когда ты себя не подготавливаешь. Аллах тебя может испытать в любой момент. Вот сейчас он меня испытал, я полчаса назад работал, даже не думал, что я буду сидеть, сидеть тебе, ну, вот, объяснять, да, по поводу религии, по поводу жизни. То есть, как вот у меня произошла жизнь, как перемены произошли, то есть. Вот так же и здесь, как бы, если появится вот такой человек, да, как ты вот говоришь, атеистом, и какие-то ценности у него в жизни будут, то есть, ну, он будет не в исламе, возможно, уже буду отталкиваться от ситуации. Конечно, ты обретаешь спокойствие, то есть, ты по-другому, а как ты еще, то есть, ты, когда в таком заблуждении, ты, человек бывает, он, как тебе объяснить, то есть, какие-то вещи он может, ну, отреагировать неправильно. То есть, в исламе ты каждый шаг свой, ты, ну, примерно уже понимаешь, что за этим, возможно, последует, и как, то есть. И ты, я, допустим, да, для себя обрел спокойствие, то есть, понимаешь. Твоему русскому менталитету близок принцип жизни мусульманин? Ну, я считаю, что это и есть так. Любому человеку не имеет значения русский он, то есть. Я думаю, любой человек, когда он с этим столкнется, он, когда он это поймет, он будет думать о том, что, как я раньше этого не понимал просто. Вот я, допустим, да, сейчас 45 лет, ислам я принял, получается, 32 года мне было. То есть, и я столько лет, получается, ну, 32 года, это тоже, да, там, ну, пусть там в детство уберем все, вот эти такие моменты, то есть. То есть, пусть там лет 10-15, то есть, я просто, ну, я в пустую прожил. Вот, на самом деле, просто, да, я жил, я зарабатывал, там, туда, ну, как бы, вот такие моменты обычные, да, то есть, повседневка, так скажем. То есть, ну, я ее прожил в пустую, я ничего не приобрел, то есть, да, скажем так, в душе, то есть, ну, перед Богом, допустим. То есть, какие-то дела, может, они у меня и будут засчитаны в судный день, но они, от них результата не будет, то есть. Я в душе не настолько все равно понимал все это, а здесь ты, получается, ты, на самом деле, ты вернулся в то, откуда, ну, как ты должен был изначально вырасти и жить, то есть. Я не знаю, смог я тебе ответить на твои вопросы, как, ну, насколько ты, как бы, ну, хотелось, чтобы ты понял их, дошло до твоего сердца, то есть. Бывают такие вещи, что они в голову заходят, но если они не сказаны от души, поверь мне, они улетают, ты даже забываешь об этом. Но когда от сердца идет, оно в сердце и попадает. То есть, вот этому тоже наш пророк, саляму, нас учил, то есть. Вот этому и должны, по идее, придерживаться. А другого и смысла жизни, и образа жизни, то есть, ну, я, по крайней мере, не вижу. Я и не хочу ничего другого. Вот это весь мой отдых, вот это моя работа. Аль-Хамля, я очень рад всему этому. То есть, другого смысла жизни, образа жизни, я не хочу ничего. Это все меня полностью устраивает на тысячу процентов. Аллах этому свидетель.